Всем привет, добро пожаловать на мой канал, меня зовут Александра, это канал о вязании, и сегодня я наконец-то собралась записать видео с готовыми работами. Это будут готовые работы за февраль-марль 2019 года, совсем не специально я за два месяца копила, но поняла, что все, уже дальше просто тянуть нельзя. Это край, потому что если я еще недолго подожду, даже пару дней уже, у меня окончательно из головы уже вылетит вся информация, уже записи никакие не помогут рассказать о изделиях, вспомнить что-то о них, о процессе вязания и прочее. Итак, погнали! Первые изделия, о которых я буду рассказывать, это, ну мы начнем с чего-то такого обычного, даже может быть где-то и того, чему вы уже не удивитесь, и продолжим уже таким чем-то более интересным и более крупными изделиями, потому что у меня есть два плечевых изделия в этом, в этом выпуске будет два плечевых изделия. Поэтому закончим имя, а вначале что-то такое небольшое. Итак, носки. Получается четыре пары, из них одну пару я уже ношу, эти две пары абсолютно, абсолютно какими были, такими и остались, и еще у меня здесь одни гольфы. Та-дам! Так, ну что, вначале, давайте по очереди, совсем вкратце о носках, потому что вы о них уже, по-моему, всем уже надоели блогеры, которые вяжут носки, поэтому я не буду вас долго терзать. Мандиал Хэпи Хит, расцветку обязательно подпишу, самые обычные классические носки на 37-й, по-моему, размер ноги. У меня, в принципе, вот эти носки полностью, да, они полностью по мастер-классу, по-моему, по носкам, то есть они связаны сверху вниз, с классической пяткой, и что, и мусок, классическое закрытие. Все как мне нравится. У меня, для меня эти носки идеальны по тому, насколько они удобны их носить, и как они смотрятся мне тоже очень нравятся. Здесь мне еще очень понравилась расцветка. У меня, как вы помните, наверное, и я в «Воспитании времени» показывала носки зеленые, тоже от Мандиал Хэпи Фит, но спокойной расцветки. Там, кстати, вот выглядят как раз, точнее, там понятно, как выглядят носки, когда они уже изрядно так эксплуатировались, так скажем. Здесь носки прям идеально новые. У меня была спокойная расцветка, и я решила взять вот такую вот веселую еще одну, и, конечно же, не удержалась, начала ее вязать. На самом деле, носки мне не нужны сейчас абсолютно. Я не знаю, куда ты вообще думаешь, может, на ярмарку куда-то их выставлю. И вторые носки, они здесь уже немножко другие, и здесь это видно, если присматриваться. Да, я показываю на место, на которое нужно смотреть, это пятка. То есть они, по-моему, это 39-й размер ноги. Они, я точно не могу сказать, у меня на блокираторы, они натянулись на 42-й, 41-й, 43-й размер ноги, по-моему, у меня вторые блокираторы. И вот как раз на них у меня высохли эти носки, но это не 41-й размер ноги, потому что у меня даже мужу они вообще не как раз. То есть я другими носками перемиряла, они меньше, но они такие, видите, достаточно большие получились. Здесь я вязала их от мыска, потому что у меня осталось моток, мандиал хэппи фит, это 150 грамм. Я связала одну пару на 43-й размер ноги, другие, другие носки, я их уже подарила. И у меня осталось этой пряжей, я решила, ну, собственно, посмотреть, насколько мне хватит. И здесь, поэтому решила вязать от мыска. То есть магический набор джуди. А нет, кстати, здесь не магический набор джуди, здесь я набирала, накручивая на спицу. Ну, по сути, это получается тот же самый набор джуди, как мне кажется. Вот, как это выглядит. То есть это просто накручивается на спицу нить. Выглядит, как трикотажное закрытие, вообще ничего такого прям сверхъестественного тоже здесь нет. И здесь я решила не делать пятку бумеранг, а решила сделать квадратную пятку, но... То есть обычно квадратную пятку выполняют, когда ее вяжут сверху вниз, да, то есть к мыску. А здесь я решила сделать наоборот. И на картинках это выглядело, на картинках в интернете это выглядело не так отвратительно. Я раньше так не вязала и правильно делала, и больше вязать не буду, потому что мне не нравится, как это выглядит. Видите? То есть тут как-то нелогично, тут получается более уплотненное место на заднем участке пятки. То есть не внизу, да, где логичнее бы располагаться, а сзади. И мне лично кажется, я не люблю уплотненные пятки, я их и не вяжу, потому что мне не нравится, как бы грубо получается, слишком грубо, слишком толсто. И здесь получается, что вот как раз вот это все равно тут некоторые, поскольку здесь прибавками, прибавками, убавками это место формируется, как а-ля некоторый шов получается. И мне кажется, что он доставляет дискомфорт, доставлял бы дискомфорт. Поэтому нет, вот такой способ вязания, когда все-таки вяжет мыска, то квадратную пятку я больше делать не буду. И я никому не советую это делать, потому что, ну согласитесь, смотрится как-то странно. Ну даже если, окей, не странно, но мне кажется, что это не так здорово, как квадратная пятка в классической интерпретации. Поэтому все-таки, если вязать от мыска, то, наверное, лучше бумеранг, но либо вязать сверху. Я все-таки предпочитаю вязание сверху, хотя от мыска я тоже иногда вяжу, и меня особо это и не напрягает, так скажем. Следующие носки, я их вкратце прям быстренько покажу, это которые красные я вязала, я покажу их на фотографиях. На фотографиях они выглядят симпатичнее, они у меня, в общем, я ношу их ботинки. И, судя по всему, с ботинками надо что-то сделать, выглядит уже не очень. Тут закаталась очень сильная пятка, остальное все нормально. Здесь надо просто липкой, липким валиком почистить от мусора, как мне кажется. Вот это тоже Mondial Happy Fit, единственное, что это другая расцветка. Вообще-то я не планировала носить эти носки, честно, потому что у меня едет пара уже прекрасных тоже носков из Mondial Happy Fit. Но мне так захотелось красные носки носить, и вообще они мне абсолютно ни к чему не идут. Но, по сути, я решила, я себя успокоила тем, что у меня там между ботинками, получается, и подогнутыми штанами, вот этими вот зелеными штанами, у меня совсем небольшая полосочка красных носков, и вроде как это не особо и видно. И все равно я не бог стиля, и не претендуя на это звание, и не участвую в показах стрит-фэшн и прочего. Поэтому ничего страшного, что у меня красные носки. Вот. Но сейчас, кстати, это не так уже странно выглядит, потому что я поменяла шапку себе, головной убор. По расходу не сказала, 67 граммов ушло на эти носки. И они на 37 размер ноги, как я уже сказала, но с такой нормальной резинкой, не особо высокой. 61 грамм на эти длинные, большие носки. Не знаю, почему тут магия, может быть, я вязала более рыхло, ну и здесь, да, резинка здесь короткая совсем. Вообще они все связаны на спицах 2,25. Они у меня, по идее, разъемные, но я их сейчас даже не раскручиваю. И на 2,25 вяжу эту пряжу, мне очень нравится. То есть эти носки тоже самые на 2,25, но здесь очень высокая резинка. Я подпишу, сколько они весят, потому что у меня там внутри хлопковые носки. Я не буду сейчас их доставать. Я ношу хлопковые носки, а сверху шерстенные носки. Так, следующее изделие это гольфы из пряжи Сису. Как они выглядят? Еще вставлю обязательно фотографии, как они выглядят на фотографиях. В инстаграм я делала фото такой здесь узор. Я этот узор очень люблю, он невероятно простой, но в носках, по-моему, он смотрится очень классно. И, как мне показалось, в гольфах тоже смотрится очень даже неплохо. Я эти гольфы тоже вязала от мыска. Здесь тоже самый этот способ накручивания нити. Или где-то я делала митческий набор джуди. Нет, по-моему, я нитки не делала митческий набор джуди. То есть, тоже выглядит это как трикотажный шов, никак особо-то и не отличается. Потом, соответственно, дальше вяжешь, делаешь прибавки. Я решила вязать от мыска, тоже потому что у меня было только два мотка. Пряжа Станнесгарн Сису, как я сказала или еще не сказала. У меня было два мотка, я хотела, чтобы мне в эти два мотка уложиться, но я хотела максимально большие. Вообще, я надеялась, что это будут даже не гольфы, а чулки, но как бы раскатала я губу на слишком небольшое количество пряжи. То есть, надо было заказывать изначально больше. Цвет тоже подпишу обязательно. Здесь у меня пятка бумеранг. Пятка бумеранг я вязала точно так, как я показывала это видео. И здесь тоже, вот опять же, пока близко носок показала, здесь можно заметить, что есть некоторое углубление, так скажем, да, в месте клина подъема стопы. То есть, здесь, чтобы посадка была более удачной, чтобы здесь не тянуло, я сделала эти вот прибавки-убавки, да, то есть, вначале я сделала прибавки, потом я выполнила убавки после того, как я провязала уже пятку бумеранг. Вообще, на самом деле, у меня не такой высокий клинь подъема стопы, то есть, у меня нога достаточно плоская, видимо. Вот, поэтому мне, я не могу сказать, что когда я вяжу просто пятку бумеранг, мне прям дискомфортно. Но здесь я сделала с этими прибавками-убавками, выглядит тоже вполне себе неплохо. Дальше, ну и здесь, соответственно, тоже я на самом деле неправильно. Это вязалось не по описанию, это я вязала просто сама из головы, я уже вязала этот узор, я показывала его в таких цветных носках, в каких-то готовых работах. И здесь, соответственно, я взяла этот узор, потому что он нажурный все-таки, он достаточно такой, ну, где нужно стягивается, где не нужно. Где нужно, точнее, растягивается, где не нужно, он чуть стягивается, так скажем. И здесь, соответственно, у меня просто лицевые петли между этим, и здесь вот у меня, видите, прибавки. Вообще, не очень правильно сделано, я, конечно, на будущее сделала выводы, что так, наверное, и не очень правильно будет делать. Но, вот, одни связала так, то есть здесь у меня просто идет резинка, вот на этом участке, да, то есть здесь не видно, но здесь вообще резинка. Вот, видите, на ноге это все нормально расползается. И, как я сказала, вязала снизу, поэтому здесь у меня закрытие иглой резинки один на один идет. Смотрится, конечно, очень круто. Очень круто смотрится, и в итоге очень эластично, и такой прям, так, фабричный вид придает. По поводу прибавок, как я уже сказала, у меня, поскольку нога достаточно широкая, ну, когда выше колено, да, поднимается, то мне здесь надо было делать достаточно количества прибавок. Я их так старалась достаточно разбросанно делать, но я их делала вот в этих вот полосках лицевых петель. И в следующих гольфах, если я захочу их вязать, я думаю, что я захочу их вязать, я буду делать, прятать, в общем, убавки, прятать прибавки по-другому, и, скорее всего, в дорожках изнаночных петель. В общем, посмотрим, как это сделаем. Как-то так хочется проэкспериментировать по пряже. Пряжа очень тонкая, но я вязала тоже на спицах 2,25. Вот, я говорю, я спицы не меняю просто. У меня других нет, я все продала. И почку продала. Все продала и купила пряжу. Но, по сути, это полотно, особенно в пятке, смотрите, то есть оно очень плотное, хотя пряжа тонкая, метражом. Вот. Это не меринос, это шерсть, это вообще носочная пряжа. То есть здесь... Сейчас скажу. Это носочная пряжа, здесь 80% шерсть, просто шерсть, не какая-то там супер-классная шерсть. 20% нейлон-полиамид. Почему-то так через черточку написано. 50 грамм, 175 метров. Цвет 1042. Раз уж сразу я открыла. То есть эта шерсть, она не... То есть это не меринос, а она, возможно, даже и колючая. Ну, то есть, да, она колючая. Но, в принципе, я бы даже на перчатки, наверное, эту пряжу пустила вполне себе. Но для чувствительной кожи она не подойдет даже, наверное, и на носки. То есть какой-то другой вариант выбирать. Но, говорю, меня когда чуть-чуть покалывает, меня это не очень волнует. Не очень по этому поводу я расстраиваюсь, так скажем. То есть, ну так, да. Это шерсть, это не меринос, и она покалывает. Но мне пряжа, в общем, и целом работе понравилась. Она вяжется достаточно легко. Но здесь, возможно, это благодаря тому, что здесь все-таки есть узор. И у меня была мотивация довязать эти гольфы. То есть мне было интересно вязать этот процесс. И расход у меня здесь получился 97 грамм. То есть как раз в два матка я и уложилась, как и планировала. Но я, вероятнее всего, все-таки эти гольфы носить не буду. Потому что та длина, которая получилась на фотографиях в Инстаграм. Опять же, это видно. Но и на фотографиях здесь, которые я вставляла. Мне эта длина не подходит. То есть она полнит мои ноги. Ну и вообще, в принципе, на мои ноги чулки и гольфы это не самая лучшая идея. Но я решила проэкспериментировать. Захотелось мне связать не носки, а вот что-то другое. И поэтому задала. Следующее изделие. Одна шапка, в которой у меня появилась новая. К ней пристал пух из капюшона моего. Шапка из пряжи Лана Гата Макси Вип. Мне эту пряжу порекомендовали как раз в магазине Мир Вышивки, когда я у них делала заказ. Я была настроена очень скептически на эту пряжу, потому что одно время как-то было очень много мотков. Красиво выложенных мотков, красиво выложенных хлопушек в Инстаграм. Я решила, что на такой-то пиар-акции, наверное, ну ладно, окей, цвет красивый. Я купилась на цвет насыщенный, такой бордовый, приятный. Я решила, что, ну окей, цвет красивый. Но в конце концов, если мне не понравится пряжа, то мне не понравится, и ладно. Хотя состав хороший. Здесь 80% Миринос, 20% Кашемир. По-моему, если не ошибаюсь, сейчас посмотрим. Да, здесь 80% Экстра Файн Мирино Вулл и 20% Кашемир. Цвет у меня здесь, сразу скажу, 10-12. Вязала на спицах 5 мм, набирала 130 петель. Все рассказала, ничего не скрываю. Образец после ВТО у меня чуть растянулся. Но по шапке, кстати, да, шапка у меня тоже чуть-чуть в итоге подрастянулась после ВТО. Но сейчас вот она, по-моему, максимально стабильна. То есть она уже сейчас никуда не разъезжается. Она у меня связана резинкой один на один. Я показывала в видео с процессами о том, что я хочу вязать эту шапку. Но я хотела ее вязать двойную и резинкой. В итоге я отказалась от этой идеи. То есть здесь у меня итальянский набор. Как все засвечивается. Итальянский набор. Потом здесь ничего для резинки дополнительного не сделано. То есть здесь резинка не фиксированная, куда угодно можно ее подвинуть. И дальше макушка. Макушка на 4 клина разделенная. И то есть убавки вдоль одной петли, так скажем, да, убавляются остальные. Очень мне понравилась в итоге эта макушка, конкретно в этой шапке. Здесь я вообще не объективно. Мне очень понравилась эта шапка. Я когда ее связала, я прям такая... О, Боже мой, как это прекрасно. Хотя, кстати, до стирки макушка выглядела очень-очень странно. То есть она просто такой вот... Вот так вот как-то стала. Вот так. И выглядело это, мягко говоря, не очень. Но после стирки я ее разложила, высушила. И прям стало классно. Сейчас я ее примерю. Буду сидеть дальше лохматая уже. Короче, я сейчас эту шапку ношу вместо горчичной, которая мне разонравилась, потому что она растянулась очень сильно. А эта прям мне нравится. То есть есть такая вот торча... Я обычно сильнее ее натягиваю, просто на челку сейчас не буду это делать. Вот так вот это все на голове мероприятие выглядит. Мне дико нравится эта шапка. Просто. Хотя я вообще раньше не любила шапки резинкой. Я считала, что они не идут. Сейчас я понимаю, что мне бинни не настолько классно, как шапка резинкой. И цвет мне нравится. Короче, мне здесь все нравится. И макушка мне здесь не понравится. Такой торчащий лопатый. Это как, знаете, не трезубец, а... Короче, как лопатка какая-то, но заостренная. Очень классно просто. Шапка мечты, короче. Ладно, снимаю все это мероприятие. Она, не сказать, что прям очень теплая. То есть я зимой в этой шапке бы не ходила. Мне бы продувалось, у него было холодно и так далее. Я, в принципе, и сейчас, когда ветер, я натягиваю капюшон, потому что мне холодно по ушам. Но вот по тому, как она сидит, и даже по тому, как она торчит. И, кстати, вот торчание, оно же спокойно укладывается в капюшон туда, и все. Короче, я очень довольна этой шапкой. Ее было очень приятно вязать. Несмотря на то, что пряжа темная. И, кстати, к пряже еще очень всякий мусор пристает. Но это, говорю, у меня есть капюшон. Просто у меня там подкладка такая а-ля меховая, и вот мусор к ней пристает. Ну, потому что пряжа темная. Но, в общем и целом, я как-то и в размер прям идеально в свой попала. И, короче, все. Я вначале выставила эту шапку на ярмарку мастеров. Я решила, что такая прекрасная шапка, она будет очень дорого стоить. Но потом я решила, что нет, я этого достойно. И забрала эту шапку себе и убрала ее с продажи. Потому что, ну, она реально классная. Вообще просто бомбически. Мне все тут понравилось. Расход у меня получился 2 с лишним мотка на все это великолепие. По граммам 104 грамма. Ну, здесь еще набирку, ладно, чуть скиньте. Но вообще 2 с лишним мотка. И, ну, совсем немного, да, на самом деле, от последнего мотка у меня здесь уже ушло. Но еще я вязала образец. Я его не распускала, то есть он у меня остался. Я буду вспоминать его как память. В итоге, по итогу, вот я ее ношу уже какое-то время, она стала пушистее определенно. Ну, то есть это и по борцу было видно. Я образец когда связала, я его какое-то время мучила. То есть он у меня где-то лежал. Так я его там просто потискаю и помну. И она стала пушистее, но я не скажу, что она прям пока относительно выглядит. Ну, и катышков. А, кстати, слушайте, даже катышки начали формироваться, хотя их пока немного. В общем, я не могу пока рекомендовать эту пряжу, но она мне очень понравилась в работе. И мне очень понравилось ее вязать. И ее очень приятно носить. То есть она прям такая приятная-приятная. Но, говорю, потому как она в носке, она очень быстро запушилась. Это было ожидаемо, я это понимала. Но вот по катышкам пока не знаю. Ну, вот здесь вроде начали появляться. А может это опять же от куртки моей, не знаю. Но в работе мне понравилось. По тому, как она в носке, пока сказать ничего не могу. Но в испытании времени, вы знаете, я обязательно расскажу. Следующее изделие, опять же, уже последнее маленькое изделие. Это перчатки, которых я буквально сегодня обрезала уже все концы после ВТО. Такие перчатки красивые, невероятно. Из пряжи Норт они у меня связаны. Саша мне дарила эту пряжу. Саша, спасибо. Видишь, я, в общем, никому не отдаю. Вяжу сама. Так вот они выглядят. Они на 17-18 см размер руки. На эту руку померю. Они идеальны. Они идеальны. Я вязала, записывала каждый шаг. И муж у меня сидит, говорит, ты, наверное, описание пишешь? Я говорю, нет. Говорю, я для себя. Только для себя. Ну, поскольку у меня есть мастер-класс по перчаткам все-таки наиподробнейшее, думаю, описание тут не нужно. Узор тут на самом деле самый, что ни на есть, простой. Но выглядит, кстати, очень классно. Единственное, что я его немного видоизменила. Но не страшно. А вот такая вот крутота получилась. В руке они сидят идеально. И здесь я сделала резинку на первых рядах. Вот здесь вот первые ряды я сделала два ряда резинки. Провязала. Решила, что сильно это не должно испортить вхождение в узор. Ну, в принципе, мне кажется, неплохо. Вполне себе. Вот еще ближе полотно покажу. Такие чуть-чуть волосатые, потому что с альпака. Вот по низу видно. Перчатки, короче, бомбические. Ну, как себя не похвалить? Нет, серьезно. Эти перчатки прямо идеальные по всему. Хотя, конечно, с учетом того, какое количество перчаток я уже связала, понятно, что уже отвратительно что-то получиться не должно. Ну, и узор им здесь очень нравится. Вообще, все в перчатках хорошо. По перчаткам у меня есть мастер-класс. Все по этому мастер-классу вяжут такие же прекрасные перчатки. Все все понимают. И я этим очень довольна, очень рада, что... Нет, нафиг я вяжу перчатки и получаю от этого удовольствие. Хотя, на самом деле, с учетом того, сколько я связала носков, перчаток, я связала намного меньше, но перчатки все-таки они... Понимаете, с ними надо более внимательно их вязать. И надо глубже погружаться в процесс. Плюс все-таки... Ну, я, например, выполняю вязание пальцев на чулочных спицах. И у меня, например, с детьми вот это не прокатывает. Если рядом... То есть мы с ребенком, простите, играем, там что-то делаем. И рядом с ним перчатки вязать не вариант. Спиц слишком много. И поэтому, нет, я не готова все-таки. Они прыгают, скачут. Я считаю, что это опасный процесс. А вот с вязанием носков, например, это можно с ребенком вполне себе нормально выполнять рядом. Так что такие перчатки, как я... Я не показала. В общем, они чуть-чуть удлиненные, но при этом не очень сильно. И мне кажется, что это прям идеальная длина для перчаток. Ну, конкретно для меня. Но я поняла, что, например, на ярмарках мастеров я буду вязать еще, скорее всего, удлиненные перчатки. Ну, посмотрим. По крайней мере, я так поняла, что они большим спросом пользуются, так скажем. 53 грамма у меня ушло на эти перчатки. То есть, по сути-то, мне совсем чуть-чуть на несколько пальцев, по-моему, на три пальца мне не хватило одного мотка. То есть совсем-совсем немного. Ну, я на самом деле об этом и в мастер-классе рассказывала и в видео о том, что у меня, если перчатки взять, ну, вот такой длины, наверное, то мне спокойно хватает одного мотка и еще чуть-чуть остается совсем немного. И далее пряжа, которую я забыла, как называется. В общем, это как раз процесс, который я связала на машинке в итоге. Я давала девочке повязать на машинке, и она мне эту машинку вернула обратно. И я как раз вот в этот же день села прям быстренько, за три часа связала эту косынку. Ну, как бы это не совсем косынка, наверное. То есть это треугольный платок, но он очень длинный. То есть у него размах крыла. Вот, 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 вот. И здесь вот это все мероприятие заканчивается. Связано на машинке пятого класса. Пятого класса. Четвертого класса ЛК-150. Твит, название я подпишу, потому что, хоть убейте, я не помню, как он назывался. Я заказывала в магазине итальянского винной пряжи, вот буквально недавно. И хотела вязать платок. Я заказывала 300 грамм, но у меня расход получился совсем не такой. Я взвешу, подпишу сейчас на экране, сколько он получился. Он получился намного меньше в итоге. Но он получился вот прям круто так. Единственное, что я не помню, записывала ли я вот эти вот все размеры плотности и всего. Я связала платок из этого чудесного вида. Он мне, кстати, понравился. Вязать было довольно-таки легко и приятно. Он не рвется на машинке, что очень круто. Потом не остатки, то есть у меня еще и осталось. Размер покажу все в видео обязательно. Рядов я провязана 592, но это неправда на самом деле больше. Потому что я вязала на этой части машинки по большей части и на этой части. Поэтому нет. Так, дальше. Здесь цифра 2 и здесь 5. Вот такие настройки были. И твит. Как же сказала. И, собственно, сколько хватило. Я делала прибавки в каждом четвертом ряду. То есть я начинала с трех петель. Да, с трех петель я начинала. И в каждом четвертом ряду я делала прибавки. За счет этого она получается, вот этот косынка платок, она не стандартная треугольная. А, то есть получается вот очень большие крылья. Но основная часть она не такая большая. То есть это вот самое широкое место здесь. Я никак этот платок не блокировала. Если я его заблокировала, то, конечно, он бы был побольше и он бы был поровнее. Возможно. Не возможно, а точно. По этому твиту, что мне есть сказать. Машинке, конечно, дяжется вообще идеально. Потому что достаточно быстро. Он достаточно равномерный. Его, кстати, руками бы не так противно было вязать, я уверена. То есть видите, он не как твит базар, например, который очень равномерный здесь. Твит он более-менее равномерный. Это здорово. И расцветка очень классная. И цвет мой любимый. С серыми оттенками и с черными крапинками. То есть не с какими-то там бешенными разноцветными крапинками. Хотя они тоже иногда имеют место быть. Дальше я покажу. Но здесь конкретно это то, что я и хотела. Мне очень нравится, как в итоге это выглядит в полотне. Просто здорово. Короче, я ношу эту косынку сейчас вместе вот как раз с этой бордовой шапкой и с красными носками. Короче, связала себе обновление гардероба. Косынку просто завязываю в несколько раз, оборачиваю вокруг шеи. Ну, обычно я делаю это посимпатичнее, наверное. А может и нет. А может и так же. Ну, короче, как-то так это выглядит вокруг шеи. И... Та-да! Та-та-та-та-та! Просто богиня! Ой, ну, короче, да, вот как-то так это выглядит. Очень получается... То есть если бы это была обычная косынка со стандартными прибавками там в каждом втором или третьем ряду... Господи, я забыла, я же вязала такую же. Ну, короче, в общем, если бы ритм прибавок был бы меньше, то она получилась бы пошире, но при этом покороче. И для конкретно, для ношения на голове, ну, как косынки носят, да, нормальные фэшн-дивы, мне такой вариант не подходит. То есть я превращаюсь в бабулю-баба Саша. Нет, не готова я к этому. И поэтому я решила, что я сразу вяжу косынку для шейного ношения. И мне вот за счет того, что здесь достаточно длинные хвосты, получается очень здорово. То есть она по шее очень плотно прилегает. При этом вот эта вот часть нижнего треугольника, она здесь закрывает шею. То есть я обычно... Ну, либо, да, я в свитерах, но свитера у меня в основном... То есть это у меня единственный... Это у меня единственный свитер. Обычно я в джемперах, где вообще ворота нет. И, соответственно, там либо в треугольник какой-то вырез. И здесь все по шее плотно закрывается. И при этом у меня здесь шея очень вся защищена от ветра со всех сторон. Я в этом плане человеку, мне не важно, пусть у меня не будет шеи, но зато мне будет тепло. То есть ее не видно, но зато вот так вот все очень плотно, надежно, закрыто. Короче, мне в этом плане очень косынка нравится. Она очень теплая. В принципе, я думаю, что она, наверное, на зиму хорошо, но, получается, я сейчас вот ношу в такой демисезонный период. Хотя у нас там и минус 6, и бывает, и минус 2. То есть мне хорошо, мне не жарко совсем в этом полотке. И я очень рада, что я его связала. Я связала, получается, за 3 часа. Но понятно, что специалист по машинам вязания связал бы быстрее, но я, так скажем, ладно. Я рада уже тому факту, что у меня петли не слетали. Потому что обычно у меня петли слетают с машинки. Я проконсультировалась со специалистом по машинам вязания. Предположили, мы выяснили, ну, предположительно выяснили мы, по какой причине мне слетают петли. Вот когда-то соберусь с мыслями и начну вязать что-то другое из того, что я планировала. Пока у меня только один процесс на машинке. И говорю здесь за счет того, что есть какой-то момент, в принципе, ну, точнее, максимальный момент, здесь было не так много петель. Говорю, у меня ничего не слетало. А еще один момент, который я заметила, когда я начала выполнять убавки также в каждом четвертом ряду, у меня, получается, убавлялось все с меньшей амплитудой, то есть как-то реже. И к концу я начала выполнять там убавки в каждом третьем ряду. И тогда у меня вроде хвосты сравнялись. Но по итогу у меня получилось, что у меня длина хвоста, который я выполняла при бабке, он чуть покороче все равно, чем длина хвоста, которым я выполняла убавки. Ну, это, я так понимаю, связано с анатомическим строением петли, я так думаю. Этим платком очень довольны. Твит очень приятный. Здесь есть пропитка в твите, то есть он тоньше, чем та, какой он становится после ВТО. Он, в принципе, не особо толстый. Плотность меня здесь устроила совершенно, стирала. Пропитку я отстирывала с мылом ручной работы, все стандартно у меня. Все отлично отстиралось и вообще супер, очень быстро. На руках, возможно, я бы такого восторга не испытывала от этого твида, как от вязания на машинке. Но он не такой вонючий, как Софт Доннигл, это точно. Поэтому, в принципе, мне понравился и он, это бюджетный твит. Я заказывала его прям совсем такой недорогой и цвет очень классный. И, по-моему, у Натальи еще другие цвета есть. Но этот прям вообще супер, вот прям супер. Мне очень понравился твит, серьезно. Мне кажется, даже на какое-то крупное изделие его бы с удовольствием заказала. Но вот, говорю, пока брала на косынку 300 грамм. У меня ушло не 300 грамм, у меня еще осталось. Я очень рада. Я, кстати, наверное, остатки, из остатков свяжу ребенку шарф на следующую зиму. Потому что классный цвет такой, очень приятный. И попробую вязать руками. Опять же расскажу о том, как при вязании руками. Как и что. Ну, еще классно. Вшли в закат вместе с этим платком. Так, и дальше. Время записи видео у меня еще не кончается. Поэтому давайте вначале... В общем, у меня здесь два джемпера. Я вам их покажу, потому что я на них окажусь. Вы скажете, что у него с глазами. Два джемпера. Один лопопейса, а второй... А второй с другой конструкцией. Сейчас буду рассказывать. Давайте вначале о печальном. Я связала вот эту вот лопопейсу. Эту я уже примеряла на мужчине. Вторую я примеряла до ВТО. Но у меня пряжа после ВТО особо не изменилась. В общем, я постараюсь на фотографии вставить второе изделие. Первое не вставлю. Оно выглядит печально на модели. Хотя я все-таки надеюсь, что... В общем, я вязала это для конкретного человека. Для своего брата. На день рождения ему в подарок. Мы договорились о том, что я дарю ему цвитер. Джемпер. Неважно, что. Я связала вот эту лопопейсу. Пряжу специально под этой изделие заказывала. Еще зимой. Так радовалась. Я брала все расчеты из другого джемпера, который я вязала супругу. Тоже из Soft Donigal Tweed. Это связано из Soft Donigal Tweed. То есть здесь несколько цветов разных. Я постараюсь найти информацию по цветам и вам подпишу. То есть основной цвет есть такой вот черный с серыми белыми крапитками. Ну и здесь такой голубой и зеленый. Ярко-зеленый. Изумрудно-зеленый. Короче, взяла все расчеты, все цифры, показатели по петлям из прошлого джемпера супругу. Но, получается, у брата руки чуть меньше в обхвате. Поэтому я отучила этот факт и сделала, соответственно, меньше. Чем я недовольна в итоге в этом изделии? У меня примирял супруг. Руки у него больше. То есть у него руки в обтяжку. Тело вроде как бы норм. Ну тоже так плотненько такая совсем. Небольшая свобода облегания. И здесь собираются такие очаровательные. Вот такие вот. Нет, мне даже не показать. Вот такие вот складочки. Две. Или одна. Ну, короче, не суть. Но выглядит это вот таким вот. Да? Удалось мне передать весь масштаб бедствия. Выглядит это вот таким вот пузырем. Не очень симпатичным, так скажем. Поэтому, не знаю. Может быть, стоит померить, попросить брата померить это изделие. Ну, потом уже после праздника. И, ну, собственно, посмотреть, как это выглядит на нем. Ну, конечно, говорю, на супруге примерила. Ну, это прям страх и ужас просто. Страх и ненависть в Санкт-Петербурге. Вообще, в интернете я читала, что лапопейсы вполне себе. Ну, то есть это возможно. И это как бы их конструкция предполагает, что могут образоваться складки в этой области. И где-то в интернете, окей, я встречала лапопейсы, где там что-то под вышкой немного собирается. Гармошкой. Но это точно не тот вариант, который я хотела бы видеть у себя. И здесь, ну, я связываю это, скорее всего, с тем, что у меня просто как-то не соотнесено количество петель в кокетке самой, с рукавами и, получается, с телом. Да, то есть, возможно, надо было как-то прочитать еще пропорции. А я просто взяла уже готовую модель, да, и из нее вычла энное количество петель. Ну, сами-то совсем немного. Вычла количество петель на рукавах. Хотя и подрезы, кстати, я сделала вполне себе нормальные, функциональные. По 12, по-моему, петель или как-то так. То есть здесь не маленький подрез, он нормальный. Подрез здесь тоже не обвинить. То есть не то, что у меня здесь нет подреза, еще что-то. Хотя, может быть, для мужчины и 12 петель это не очень много. Нет, скорее всего, у меня здесь 10 петель. Ну, короче, все равно даже там 10-10 петель. Мне кажется, это не повод такой пузырь образовывать. Вот, но у меня, в принципе, кокетка, она достаточно такая широкая, так скажем, получилась. То есть, видите, она даже так вот, если ее в спокойном состоянии оставлять, то есть она немного подсобирается. Вот, видите, поэтому, возможно, в этом какая-то вина. Но, опять же, этот узор я брала из книги с японскими узорами. Я сама его уже вязала, то есть у меня в моей лапопейсе из перуанской альпаки используется тот же самый узор, то есть я не могу как-то обвинить схему, что что-то не так. То есть все то же самое, просто у меня идет перечет на большее количество петель. Я пока не решила, что с ним делать. Я надеюсь, что мне хватит все-таки мужества попросить брата примерить это изделие. И тогда уже, как бы, посмотрю, если прям все совсем страшно, то буду его распускать. В принципе, я примеряла на себя эту лапопейсу. Это получается такой, ну, свободный оверсайз с очень длинными рукавами. Но, по сути, рукава можно либо закатать, либо сделать их короче. Единственное, что я вязала эту лапопейсу снизу полностью. Вот, я еще, кстати, не люблю вязать снизу, на самом деле. Так что, может быть, в этом косяк. Реглан снизу, он как бы затаил на меня какое-то зло. Поэтому круглой кокеткой снизу у меня тоже не очень-то получилось. В принципе, даже при вязании снизу рукава сину можно распустить. И твит, это все-таки не такая пряжа, которая из-за цены которой, можно простить ее просто, чтобы она где-то лежала. Такое изделие, которое никуда и ни к чему. Потому что, в принципе, мне пряжа понравилась. Если у меня будет шанс ее распустить, то я бы, конечно, все-таки распустила и перевязала, связала бы даже себе какой-то свитер или, может быть, супругу. Потому что у меня еще чуть-чуть осталось. В принципе, можно и связать. Вот, но я, конечно, уже все отстирала. И у меня пропитка тут уже полностью снялась. И кончики я уже тут иглой подваляла. То есть, я даже, если честно, не знаю, я не уверена, что я их найду. Но там ножницами можно поработать и как-то все-таки спрятать. Я предполагаю, что, наверное, здесь у меня спрятан кончик. Например, вот здесь, видите, уплотнение. Я думаю, что это он. Но вообще, конечно, не факт. Вот как вот это вот теперь распутать, потому что это вообще-то подвалено. Короче, я молодец. Не надо было это делать совершенно точно. В общем, это изделие, видите, неудачное. Оно на 52 размер. И я очень опечалена тем, что я не сделала подарок, тот, который я планировала. Потому что я думала, что, ну, классно же выглядит. Цвета классные. Вообще, мне кажется, для мужчин это прям супер. Ну вот, я связала плохо. Это надо признать. Поэтому, ну, как бы ок. В общем, я поняла, что с этим я накосячила. Я начала быстро-быстро в интернете искать, где можно заказать, купить твит. Потому что, ну, мне кажется, что твит, он вообще-то достаточно классный выглядит. То есть, если с другой пряжей можно, ну, так скажем... То есть, на картинке ты видишь одно в обине, да? В изделии ты видишь другое совершенно. То есть, вроде с твитом сложнее, на мой взгляд, промахнуться и не попасть там в то, что ты хочешь. Поэтому я начала искать твит на сайтах, где-то из Питера, да, в интернет-магазинах питерских, чтобы можно было быстро заказать, чтобы они прям за день доставили. В итоге я заказала в Иринейн Твит Аризона. Вот на этом изделии. Это, опять же, джемпер, получается, на 52-й размер. Так вот он выглядит. Я его вязала... Получается, я провязала снизу тело. Вот. Потом разделила на перед и спинку. И здесь, как я, по выкройке вязала. То есть, здесь, видите, убавки выполнила. Потом вывязала перед, вывязала скос плеча. Тут даже у меня укороченные ряды видно. А вот, нехорошо как. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. И потом я подняла петли прямо из рукава и начала вязать рукава. Рукава здесь вязала по очереди. Даже не знаю, почему. Почему-то я решила, что по очереди я провяжу быстрее. Провязала рукава. Собрала резинку один на один. Закрыла ее иглой. Потому что, на мой взгляд, это очень здорово. Так, здесь я набирала нижнюю часть. Я набирала на вспомогательную нить. И потом я тоже провязывала резинку. И тоже закрывала ее иглой. Здесь, причем, мне пришлось даже немного распустить. Потому что у меня от вида было, по-моему, 520 грамм. Я заказывала 500. В магазине мне сказали, что, типа, возьмите 520. Я думаю, это знак. Надо точно брать 520. Потому что 500 не уложусь, и будет вообще грусть. Печально заказывать там 100 грамм. Очень это, в общем, будет печально. В итоге я уложилась. У меня осталось 24 грамма. У меня образец и вот это вот изделие полностью. Так, что я провязала рукава, провязала низ. И выполнила горловину. Ну, здесь у меня кетлевка выполнена. Как же сделать, чтобы цвет-то не так высвечивался. Вот, здесь кетлевка. Вообще, горловина, на самом деле, не идеальная. Вы можете это заметить. То есть, кетлевка здесь классно выполнена. Здесь выполнены именно убавки. Не очень здорово. То есть, сама форма горловине придана не такая закругленная, как, наверное, нужно было сделать. Но, я говорю, я не очень дружу с шивными изделиями. И я вообще-то вначале построила выкройку на мнимосине. Я все посчитала. Я там ввела размеры. С живого человека брала размеры. Все хорошо. Облизи тоже правильно посчитала. И, короче, мне мимо сильно выдало, что у меня тысяча петель на рукаве должно быть. Я так, что? Что, почему? Почему? Короче, я мужа попросила пересмотреть. И он там нашел ошибку. Ну, то есть, где там что-то неправильно. Но я так и не выяснила, откуда тысяча петель в итоге. У меня здесь, для примера, для сравнения, здесь 100 петель на рукаве. И это широкий рукав. Он реально широкий. А там я вязала... Ну, я там выбрала свободную посадку, да. То есть, там можно как-то по фигуре или как она называется. Ну, можно свободно. То есть, я выбрала свободную, поскольку все-таки мужская модель. Но не тысяча же петель. Серьезно. В общем, я не поняла прикола, что там случилось. Поэтому я в итоге все рассчитывала сама. И я не спец в этих вопросах все-таки. Поэтому сделала так. И, в общем, я заказала в итоге эту пряжу. Отправляли мне ее ЕМС, служба и почта России. То есть, вроде как, который быстрый. В итоге заводит мне курьер, чтобы мы там, типа, не можем вам доставить. Можем переслать его в отделение. Сегодня вечером вы сможете забрать. У меня температура 39. Что, куда я... Куда что я заберу? Вот, в итоге, два дня они присылали в отделение. И потом, когда у меня там температура чуть поспала, уже я сходила, вот забрала эту почту. Так что... Почта России. По этому изделию. Им я в итоге довольна. Вот если говорю, горловину не брать внимания. То есть, тут... Ну, может быть, это только вязальщице видно. Что здесь кое-где можно было спокойно... То есть, чтобы сделать ее более закругленной, можно было прибавок... Точнее, убавок сделать больше. И тогда было бы лучше. Но, как бы, окей. То есть, я конкретно вот про это место говорю. Видите? Ну, с другой стороны, может быть, так и надо. Поскольку оно у меня тут а-ля нешивное. По плечу, кстати, да, вот я их разделяла. Потом я их закрыла. Петли. С одной и с другой стороны. Петли у меня закрыты. И я потом их трикотажным швом сшила. Но, поскольку петли закрыты, то здесь все равно а-ля шов такой. Но я решила, что в мужском изделии все-таки нужно, чтобы был шов такой нормальный. И здесь у меня тоже все петли закрыты, соответственно, в рукавах. Поэтому тоже здесь как а-ля шов выглядит. Ну, то есть, с с другой стороны он выглядит швом. С изнанки, в принципе, я не скажу, что... Ну, тот же такой некий шов все-таки есть. Я хочу себе кардиган подобным образом связать. То есть, тоже как а-ля шивной. Здесь, кстати, по бокам у меня две изнаночные петли. И я планировала потом крючком провязать как бы 2-2 ряда лицевых. Но вот у меня 24 грамма осталось. Я боюсь, что мне не хватит. Поэтому не провязываю. Поэтому, возможно, здесь так и останется вот этих вот 2-3 ряда лицевых. То есть, это не я не хотела имитировать шов, еще что-то. Я хотела просто дополнительную стабильность потом придать изделию. Но в итоге нет. В итоге нет. Я просто говорю, боюсь, что мне не хватит. И... Хотя, может быть, стоит попробовать, да? У меня время еще в любом случае есть. До того момента, когда нужно будет дарить это изделие. В общем, за это изделие мне уже не стыдно. Не так, как взяла по персу. То есть, здесь, в принципе, получилось хорошо. Однис, но что я не знаю, понравится ли ему рукава. Потому что они достаточно широкие. Но, в остальном, мне нравится. Мне очень нравится, как резинки везде гармонично смотрятся. Я очень люблю закрывать иглой. Резинку 1х1 особенно. Кстати, резинку 2х2 мне не такое удовольствие доставляет. Вот резинку 1х1, господи. Приносите мне изделия, буду закрывать их иглой. Я прям так... А вот этот декотажный шов, кстати, мне кажется, тоже готова выполнять постоянно. И всеместно. По расходу этого изделия я тоже расскажу. Твиттеризона я вязала на спицах 4 мм. Я не сказала этот момент. Да, здесь спицы 4 мм. И резинки у меня выполнены на спицах 2,75. Но, например, вот верхнюю резинку, резинку на рукавах я вязала на 2,75. Я вязала прям так очень плотно. Нижнюю резинку я вязала уже не так плотно. И, на самом деле, в сравнении с рукавами, например, мне кажется, это видно. То есть, видите, это такая более плотная. Но здесь, правда, и площадь. Масштаб, короче, тут. Меньше, в принципе. А здесь резинка побольше. Ну и когда я сушила, естественно, изделие, когда я его так аля блокировала, он у меня на мате сох, то я здесь тоже старалась эту резинку вот так подрастягивать дополнительно. То есть, мне хотелось, чтобы нижняя резинка не стягивала полотно. Поэтому связано также на 2,75, но связано так более расслабленно. Обычно я вяжу очень плотно. То есть, у меня прям номер спицы. Это вот прям размер петли. Все, никуда. А вот здесь на 2,75 вязала так же, но более расслабленно. То есть, здесь видно, что резинка такая более вальяжная. Расцветка мне, кстати, очень нравится. Мне кажется, что цвет брату тоже пойдет. В общем, я не знаю, я не очень люблю вязать на заказ. Говорю, я поэтому до этого ушла, потому что, когда ты вяжешь, ты там для себя, ты можешь, ну там что-то не получилось, ты перевязала. А когда ты вяжешь куда-то конкретно, и вроде я начала так заранее, чтобы 20 марта успеть, но в итоге вот уже такая прям сама чуть посиневшая от цвет вида сидела, довязывала это изделие. Короче, в итоге вот два плечевых у меня случились в этом месяце. Два таких больших и, казалось бы, красивых, но вот с одним, как выяснилось, не задалось. Но это, конечно же, моя вина. Можно было поступить как-то волей мудро, там купить описание, например, или еще что-то. Но я была уверена, что ни одно лопопейство же уже связано, вроде как справлюсь сама. Получилось, что нет. Ну, а на базе вот этого вот джемпера я хочу, говорю, сказать кардиган себе из цвет вида, из-за двойного, по идее. Но посмотрим, может, все-таки придется в одну не связать, чтобы пряжа точно хватило. Потому что я хочу тоже такой свободный, с свободным рукавами, чтобы все было свободно. Свобода, попуга! Извините. Я же взрослый человек. Спасибо большое за то, что вы были со мной в этом видео. Надеюсь, что вам было интересно. Я что-то рассказала. Или вы просто погрустили вместе со мной о судьбе лопопейства. И о том, что руки должны расти из плеч, и расчеты должны идти из головы. А не откуда-то еще. Спасибо большое всем за внимание. Очень рада, что вы были со мной. Всем удачи. И до встречи в новых видео. Пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok